Временно исполняющего обязанности губернатора представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Зачитав указ об отставке Андрея Шевелева, он подвел краткий итог работы регионального правительства. На протяжении последних лет Верхневолжье демонстрировало устойчивый рост по уровню социально-экономического развития. В ряде отраслей, таких как сельское хозяйство, жилищное строительство, производство электроэнергии, регион оказался одним из лучших в Центральном федеральном округе. В 2015 году Тверская область вошла в число 20 регионов России, получивших гранты за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории. Впервые за 9 лет финансовый год завершен без увеличения государственного долга. В целом, по итогам 2015 года бюджет региона исполнен с профицитом. Задача, стоящая перед региональным правительством в ближайшем будущем, обозначил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя. Приоритетные направления – дальнейший рост социально-экономического развития с опорой на результаты, достигнутые в последние годы. Региону нужно обеспечить устойчивую, позитивную динамику во всех сферах, как в социальной, так и в экономической. Для этого нам нужно действовать совместно. Рассчитываю, что ваш практический опыт всех руководителей муниципальных образований, предприятий, общественных организаций, политических партий и движений поможет нам вывести Тверскую область на качественно новый уровень развития. По словам Игоря Руденя, в ближайшее время социально-экономическая ситуация в регионе будет подвергнута тщательному анализу. Правительству Тверской области предстоит выработать стратегию дальнейших действий. И здесь временно исполняющий обязанности губернатора рассчитывает на поддержку с мест. Любые конструктивные инициативы и предложения, если они озвучены профессионалами, будут обязательно рассмотрены и приняты к сведению. Игорь Руденя подчеркнул, менять состав регионального правительства, по крайней мере на первых порах, он не собирается. В этом зале собрались государственно-мыслящие люди, которые понимают всю ответственность и сложность стоящих перед нами задач. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы сможем эти задачи успешно решить. Основным инструментом решения этих задач будет командный принцип работы. Особо хочу обратить внимание, что понимаю под понятием командный принцип работы. Это консолидация всех конструктивных сил субъекта. Последним словом взял Андрей Шевелев. Было видно, экс-губернатор заметно взволнован. Прощание теперь уже бывшего главы региона с коллегами и подчиненными получилось по-настоящему трогательным. Глубоко уважаемые коллеги, друзья, Спасибо. Спасибо за годы непростого, сложного труда, совместного труда. Мне не стыдно, я думаю, что и вам обернуться назад, посмотреть на сделанное. Я обращаюсь ко всем. Спасибо депутатам за понимание. Мы могли спорить, мы могли не соглашаться, но мы искренне любим свою родину и все возможное делали для нее. Игорь Михайлович, вам успехов, терпения. Понять и принять наш тверской характер. Он непростой, но я думаю, что он вам поможет в нелегкой работе. Дорогие друзья, для меня была большая честь работать с вами. До свидания. После отставки с поста губернатора Тверской области Андрей Шевелев будет заниматься укреплением обороноспособности страны, сообщил Александр Беглов. Новая сфера деятельности бывшего главы Верхней Волочи станет военно-промышленный комплекс. Денис Ренов, Илья Чечен, Рентовый пилот.